Каждое утро СНН, как и многие другие средства массовой информации, публикует короткую сводку основных новостей. Сегодня в заголовке этой сводки на первом месте стояла годовщина взятия талибами Кабула. А в самой зато сводке новостей это событие отсутствовало. В понедельник день тяжелый, редактор политически корректно выбросил годовщину взятия Кабула из списка важнейших сегодняшних событий для демократов, однако забыл убрать Афганистан из заголовка. Уход из Афганистана был одним из крупнейших провалов байденовской политики. В посвященном годовщине докладе республиканцев говорится, что, например, в Кабуле было всего 36 работников, которые должны были оформлять документы тем, кого нужно было срочно эвакуировать. На каждого такого работника в результате приходилось по 3,5 тысячи выезжающих. И на протяжении пяти дней самолеты вылетали из Кабула наполовину пустые, поскольку документов у людей не было. Байден объявил о выходе из Афганистана до 31 августа, еще объявил в середине апреля. И, тем не менее, для администрации Белого дома захват талибами Кабула через 4 месяца оказался сюрпризом. И последние дни выхода происходили в обстановке фактически паники. И при этом погибли 13 американских солдат. В обстановке нарастающей анархии представители Джилл Байден, жены президента, а также вице-президента Камала Хэррис обращались даже с призывами к частным организациям военных ветеранов с просьбой организовать собственные операции по эвакуации людей, поскольку официально американские власти действовали непозволительно медленно. Выход из Афганистана в том виде, в каком он имел место после 20 лет войны и триллиона долларов, истраченных на нее денег, принес ей долгосрочную опасность. Тысячи вооруженных афганских военных из элитных соединений при развале армии перешли в Иран, например, где могли влиться в милиции, несущие опасность безопасности других стран. Ну и, конечно, много раз говорилось об огромном количестве американского оружия, которое чаще всего без боя перешло от афганской армии к талибам. Израильские военные объявили сегодня о разрушении масштабного строившегося Хамасом туннеля, который шел в направлении израильской территории. Некоторые его отрезки было невозможно даже уничтожить с помощью воздушных ударов. Израильские военные залили эти участки туннеля бетоном. Так что пользоваться им боевики Хамаса не смогут. В ходе недавних трехдневных воздушных ударов по объектам исламского джихада в конфронтацию с Хамасом израильские солдаты не входили. Уничтожить нынешний туннель решено было чуть позже. Сообщили, что одна из ракет исламского джихада во время недавнего конфликта упала не просто на территории газа, как и 20% всех запущенных в сторону Израиля ракет, но убила случайно трех детей и их отца. При этом отец был одним из командиров Хамаса, причастным к террористической деятельности. В следующей части о том, как сотни китайцев пытались убежать от медицинских служб. Оставайтесь с нами.